Добрый день! Меня зовут Светлана Лагода, я руководитель отдела персонала по работе с партнерами компании Демократ. И сегодня тема нашего прямого эфира – финансовая мотивация сотрудников. Сегодня мы с вами разберем, что такое пресловутый KPI, то есть это такое полюбившееся всем словосочетание, что же это в принципе такое есть и как правильно и грамотно составить KPI для каждой из вакансий, которые есть в стоматологии. Давайте сначала рассмотрим, что такое в принципе KPI, то есть что в это вкладывается, в это понятие. KPI – это коэффициент полезной эффективности. Если мы с вами его переформулируем, то будет понятно, что нам важно осознать, что является ценным конечным продуктом деятельности наших сотрудников и на что нам, собственно говоря, нужно их замотивировать, чтобы они это выполняли. То есть это не просто, скажем так, вот принято в виде KPI завязывать, например, на количество клиентов, которые придут в нашу клинику. Да нет. Если ваши администраторы, например, на это уже замотивированы или они просто выполняют эту работу, то в принципе такой коэффициент данного конкретного параметра вам не нужен. Хочешь узнать, можно ли открыть стоматологическую клинику по франшизе «Демократ» в твоем городе? Прямо сейчас переходи на наш сайт, оставляй заявку и получай полный пакет документов, а именно финансовая модель открытия и окупаемости клиники, подробный план открытия и уже готовый скринкаст-видео о том, как один из наших партнеров открыл клинику и вышел на выручку системе. Прямо сейчас переходи по ссылке в описании под этим видео, вводи свою электронную почту, имя и номер телефона и в течение пяти минут тебе придет информация в виде смс-сообщения и на почту с полным пакетом документов. Переходи по ссылке в описании этого видео, оставляй заявку и получи полный пакет документов. То есть смысл KPI заключается в том, чтобы замотивировать сотрудников на те действия, которые приведут к нужному для вас результату. Давайте разберем каждую, собственно говоря, должность. Вообще из чего должен состоять KPI? KPI это достаточно сложная система. Она многокомпонентная, но человеческий мозг вообще устроен таким образом, что больше пяти параметров в систему KPI невозможно зашить. Будет уже утрачена, скажем так, ценность каждого из параметров, который вы закладываете. То есть должно быть ценные три параметра, которые человек учитывает в своей работе. Каждый день в голове он держит, что мой KPI завязан вот на это. То есть я работаю вот на это. И больше пяти параметров очень тяжело в своей голове удержать. Если, например, это чек-лист и по каждому параметру вы какой-то процент закладываете, какую-то свою денежку, поверьте на слово, это очень быстро канет в лету, уйдет как незначительное, либо неизмеримое, либо невыполнимое. То есть здесь много вещей, которые нужно учесть, но самое главное, что нужно запомнить, это три-пять параметров KPI, которые будут измеримы, достижимы и, соответственно, ценные для вашего сотрудника. Например, должность администратора. То есть чем занимается администратор в нашей системе, системе демократ. Администратор, как мы его часто называем, и вы слышите достаточно часто от наших сотрудников и от меня, что это боевая единица. То есть для того, чтобы понять, в чем, собственно говоря, эта боевая единица замотивирована, нам нужно понять, что этот человек выполняет. Что для нас ценно? Ценно в работе администратора. Естественно, первое – это конечное количество людей, которые пришли от каждого конкретного администратора. То есть если мы, например, говорим в целом, что должен приносить администратор? Администратор в Клювике должен приносить пациентов. То есть при помощи обзвонов, при помощи прозвонов вторичных пациентов, приглашая их на акции, отвечая на вопросы, то есть на те лиды, которые вы получаете в качестве первичных. Самое главное, что должен человек сделать, это не просто прозвонить и, скажем так, отработать постольку, поскольку. Здравствуйте, там стоматология такая-то, у вас был вопрос, я на него ответил, да, всего доброго. Нет. Его задача основная – привести этого человека. Так, каким образом можно сделать это именно как KPI? KPI, да, то есть это параметр. Нам важно либо нормативное количество пациентов, ну, предположим, вы берете и ставите в качестве нормы количество людей, которые должен привести вам администратор. Если данный параметр выполнен, то KPI, да, то есть бонус за выполненный вот этот параметр, он, ну, например, там составляет 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, в зависимости от того, сколько вы сделаете. Если вы допускаете, что параметр может быть сделан не на 100%, а, например, на 80% или на 60%, вы можете точно так же поставить такую же градацию для бонуса. Ну, например, выполнение параметра KPI 100% и выше – это 10 тысяч. Выполнение параметра от 80% до 99% – это, например, 6 тысяч. От 60% до 79% – это, например, 3 тысячи рублей. Таким образом, вы в процентном соотношении как бы показываете своему сотруднику, что если ты вот привел такое количество народа, то ты получаешь вот такой бонус. Если ты привел вот такое количество народа и больше, то ты получаешь вот такой бонус. Мы, на самом деле, данный параметр, а именно сколько людей привел, мы, кстати говоря, к фиксированному бонусу не привязываем и не делаем градации. Мы делаем простую издельную систему, указывая в качестве вот этого параметра ключевого, именно сделку, да, то есть чтобы у человека просто не было потолка, потому что вот при такой системе, системе KPI, есть потолок, да, то есть окончательный бонус, он, например, будет ровно такой, какой вы поставите. Здесь уже решать вам. Если вы хотите, чтобы человек был замотивирован на бесконечное количество, да, соответственно, это бесконечное количество и ставьте, да, то есть тогда он будет за сделку вам приводить людей. Что это значит? Это означает, что если вы каждого пациента оцените на, грубо говоря, там 100-200 рублей, то каждый приведенный им человек, это дополнительная для него денежка, это дополнительный стимул. Если человек вам приведет 200 пациентов, прекрасно, да, то есть ваша клиника получит 200 пациентов, а он за это, ну, соответственно, 200 умножаем на 200, да, получается очень хорошая, красивая 40 тысяч цифр. Но человек явно постарался, потрудился, чтобы их всех записать и всех их привезти. Понятно, что я говорю, ну, скажем, такие, возможно, большие очень для вас цифры, но они действительно реальные, они осуществимы. 200 рублей за пациента для больших, таких крупных городов, мегаполисов, там, как Санкт-Петербург, Москва и так далее. Вот уже в Нижнем Новгороде, там, Екатеринбурге и прочем, мы уже рекомендуем где-то там цифру 100-130 рублей за каждого пациента. Если город поменьше, соответственно, еще немножечко меньше. То есть тут вопрос в том, что нужно еще учитывать вилку заработной платы. Вилка заработной платы смотрится мониторингом по рынку, когда вы берете, смотрите, сколько составляют ожидания соискателей, какие предложения у работодателей, выделяете самую верхнюю, самую нижнюю, да, и вот в этой вот вилке, соответственно, вам нужно определиться, где находить и находиться вы. И заработную плату вы будете подстраивать именно под это. Так вот, когда мы будем с вами выстраивать заработную плату, нам важно понимать, соответственно, каким параметрам вы хотите привязать коэффициент полезной эффективности и сколько от заработной платы это будет составлять. Да? Давайте разбираться. Окладная часть от 40 до 60 процентов в зависимости от должности. Если мы говорим с вами, например, про должность куратора лечения, это менеджер по работе с пациентами, то бишь продажник по большому счету, там окладную часть вообще можно сделать от 20 до 40 процентов по той заработной платы, на которую хотите ориентировать. То есть, на самом деле, чем меньше окладная часть, тем, соответственно, больше мы будем закладывать с вами на премиальную, чтобы человек старался приносить своим KPI, своим, так сказать, трудом то, что вы хотите от него добиться. Но это продажник. Если мы говорим про администраторов, здесь, конечно, люди больше тяготеют к стабильности, к фиксированной оплате труда, и их достаточно тяжело вот с этого пути перевести на рельсы именно премиальной части. Поэтому все-таки в этом отношении мы рекомендуем, ну там от 50 до 60 процентов делать в виде окладной части. То есть, ну грубо говоря, если ваши администраторы получают, например, там 40 тысяч рублей, то 25 тысяч нужно делать именно окладной частью. Соответственно, вот остальные 15 у вас там остаются на премиальную часть, которую можно разбить. Как определиться с параметрами? Могу привести вам пример. Да, прям буквально недавно делали конкретную систему мотивации под одного из партнеров. Вот у них, да, то есть конкретно в этой клинике проблема была, например, не с тем, как заполнять там отчетность, как, например, там, ну какие-то другие вещи делать. У них, например, есть проблема, что запись неравномерно распределена. Да, то есть это проблема для клиники. Администраторы делают запись неравномерной. Ну, например, там, вечер забит, утро пустое. Утро забито, вечер пустое. И здесь не выделишь, кто из администраторов делает это неправильно, потому что они совместно делают этот параметр. Да, то есть делается запись совместными усилиями двух администраторов в сменном графике. В этом случае это можно выделить в качестве ключевого параметра KPI и завязать на него общими усилиями обоих администраторов. Ничего, кстати говоря, не мешает вам сделать это обоюдным показателем, да, то есть общим показателем, который можно разделить на двоих. Для того, чтобы это было наиболее эффективно, да, мы взяли и разделили, собственно говоря, период месяца на 4 недели. Да, то есть есть неделя, в рамках которой, возможно, полная запись в каждый день. Если в течение недели каждый день полная запись, то оба администратора по результатам этой недели в качестве бонуса получают, ну, например, там, 5000 рублей. А если в течение недели хотя бы один день была запись неполная, то в таком случае бонус они вдвоем не получают. Да, то есть что мы в результате имеем? Снимаете, что ли? Да. Ребята, я вас очень прошу, посмотрите видео. Поставьте лайк, комментарий, напишите, поставь колокольчик. Сделай репост этому видео. Мы так старались записывать все эти видео. Спасибо тебе большое, я хорошего просмотра. Ай, пошел. Мы имеем, во-первых, отсутствие конкуренции со стороны администраторов, да, что они начинают перетягивать одеяло на себя, и, да, как бы я сделала полную запись, а ты не сделала полную запись, да, то есть бодания какие-то. Мы это убираем. Наоборот, мы получаем с вами командную работу, это то, что нам интересно в данном случае, и мы получаем с вами наглядность, да, то есть если, например, особенно это отразить на доске, на какой-нибудь, да, там и написать, вот, 7 дней в неделе, каждой неделе, например, там написано 5000 рублей в конце, да, вот пошла первая неделя месяца, и подводить итоги от и до, да, то есть вот мы с вами сегодня стартовали, да, на следующей недельке мы с вами подводим итоги, и каждый день, соответственно, прямо ставить галочки утро, день, да, то есть запись, галочка есть, запись, галочка есть. Это дает, во-первых, наглядность, да, а во-вторых, дает стремление, чтобы они это делали. Ну и в-третьих, люди, которые видят, вот он, вот он живой, результат, который можно пощупать каждую неделю, они прямо вот каждую неделю мотивируются этим. Ну и потом постепенно происходит вовлечение очень серьезное, и, соответственно, они друг друга начинают подстегивать, да, то есть и конкуренция вся уходит, и планы врачам начинают делать и так далее. То есть вот таким вот простым, обоюдным показателем, общим показателем, который делится пополам, мы мотивируем, например, на заполнение записи тех же самых администраторов. Что еще может являться проблемой для стоматологии, да, то есть это, например, ну, как я уже говорила, количество пациентов, которых нужно привести, и инструменты, которыми это можно сделать. Кто-то это делает, там, сарафанным радио, да, то есть кто-то это делает, там, при помощи маркетинговой политики, да, там, при помощи рекламы. У нас это делается при помощи обзвона, да, активного обзвона. Вы вкладываетесь в рекламу и, соответственно, получаете лиды. Эти лиды падают вам о СРМ, да, про которые вам уже неоднократно рассказывали наша волшебная программа, и становятся сделками, которые нужно обработать. Что такое сделки, которые нужно обработать? Это звонки. И тут встает вопрос, а что является нормативным количеством звонков, да, потому что пациентов можно приводить, ну, вторичных, да, прозванивая ту базу, которая уже есть. Ну, и, собственно говоря, администраторы могут, например, там, учитывая первый показатель, сконцентрироваться на этом, да, и приводить вам вторичных пациентов. И вы говорите, вот, я привел. А вам нужно, чтобы они обрабатывали первичных пациентов. Как это сделать? Очень просто. Точно так же поставить норму. Норму звонков, да, либо там количество звонков, если хотите, там, чтобы каждый звонок был во что-то оценен. Здесь очень важно донести до человека, который будет выполнять данный параметр, что является для вас показателем. Ну, например, вы сказали, я хочу, чтобы каждый администратор моей клиники в день прозванивал, не менее 70 звонков делал, и они были результативными. Что значит результативными? Он должен провести в результате пациента, или это должен быть разговор, или он должен просто снять трубку, сказать, «Алло, здравствуйте, я по такому-то вопросу, да, там, и до свидания». Для нас, например, внутри системы мы договорились, что результативными звонками мы считаем звонки, которые считаются, например, по полторы минуты, то есть это некий диалог, да, то есть вы позвонили, то есть администратор позвонил, представился, да, рассказал, что увидел, например, какой-то комментарий, отдал у него ответ, попытался записать этого человека, то есть в любом случае на полторы минуты нужно наговорить, потому что за полторы минуты реально можно сделать запись. Такой звонок может длиться там от минуты до 4-5 минут, но тем не менее это не очень большое количество времени. Вот мы об этом договорились, прописали это в системе мотивации, что вот нормой является, например, 70 результативных звонков, в скобочках, результативный звонок это, да, и то, что я уже перечислила, это звонок, на который было потрачено в ходе диалога не менее полутора минут, да, то есть в любом случае они будут понимать, что есть некий норматив времени. И, соответственно, за, либо за каждый день, в который выполнен этот KPI, вы можете начислять какой-то бонус, либо вы можете поставить бонус по истечении месяца. Не важно, да, то есть не важно, каким образом вы будете это учитывать, все зависит от того, каким образом мне нравится. На первых порах я рекомендую короткие периоды. Вы можете подводить итоги за неделю, там, ежедневно, главное, чтобы это было наглядно, главное, чтобы это было под контролем не только руководителя, но и, собственно, самого сотрудника. Тут вопрос в том, а кто, кто проверяет дальше? То есть нарисовать мы можем с вами все, что угодно. Вопрос контроля. Если вы не сможете посчитать те KPI, которые вы сейчас даете сотрудникам, это не работающий KPI. Если вы понимаете, как вы это будете делать, как часто вы это будете делать, и что это не будет, ну, скажем, вот сизифовым трудом, что вы просто в гору огроменный камень тягаете, тогда это отличная система, которую вы предлагаете. В нашем случае вы либо сами, либо при помощи управляющего должны понимать, каким образом вы проконтролируете количество звонков, каким образом вы проконтролируете количество тех же самых, там, ту же самую запись, и, естественно, те же самые звонки, да, или там пациенты, которые пришли. Поэтому, когда мы говорим о системе KPI, мы должны выделять две основные вещи. Первое. Вы делаете ее под себя, под свой бизнес, под то, что действительно важно для вас, для вашей стоматологии. Отталкивайтесь от этого. Да, то есть не нужно брать типовые. Да, я, видимо, буду говорить об этом каждый раз. У каждого свои проблемы. Конечно, есть проблемы типичные, но есть проблемы, которые действительно нужно решить. Когда нас просят, там, скиньте, пожалуйста, нашу систему мотивации. Конечно, мы скидываем. Но вопрос в том, что она реально типовая. Вам нужно вот отойти, как бы, либо взять что-то такое вот свое, да, из типовой системы, и добавить реально то, что является для вас проблемой. Все стоматологии находятся на разных уровнях по системе выстраивания бизнеса, да, то есть у кого-то это начало, у кого-то уже ровная, хорошая середина, у кого-то, может быть, спад какой-то наметился. И, естественно, что при разных циклах бизнеса разные потребности. Поэтому в разные периоды бизнеса нужно придумать разные системы мотивации и, соответственно, разные KPI. Закономерный вопрос, нужно ли введение KPI для стоматологов, да, нужно ли введение KPI для каких-то других должностей и так далее. Тут уже, ну, честно говоря, на ваше усмотрение. Но на наш взгляд, KPI можно ввести абсолютно для любой должности. А те же самые стоматологи являются, например, людьми, которые, ну, в основном, за премиальную часть работают, да, для них, для кого это не секрет, но того же самого доктора можно замотивировать на план продаж. Что это значит? Это означает, что у доктора появляется KPI в виде определенной цифры, которую он должен достичь кассой своей работы. Ну, например, там, хирург-имплантолог должен в этом месяце принести вам полтора миллиона, да. Если он эти полтора миллиона приносит, то, соответственно, ну, или больше, да, у него появляется, там, дополнительный бонус в 10 или 15 тысяч рублей. Ну, например, там, от общей суммы заработной платы это может быть не очень большой, да, ну, или это может быть, там, 10%, или это может быть 3%, или 1 вообще процент. Неважно. Самое главное, что это все равно стимулирует. Есть такая хорошая вещь, когда, например, спрашивают, как вообще лучше замотивировать, шоколадкой или премией. Вот вы не поверите, шоколадка срабатывает лучше, чем премия, да, потому что это какая-то конкретная вещь. И вот эта вот конкретная вещь, в том числе и по KPI, для стоматологов, она может быть даже, ну, конечно, не шоколадкой, да, но каким-то, например, там, бонусом в виде сертификата какого-то даже. Да, то есть это дополнительный мотиватор, который вы можете ввести для того, чтобы получить какой-то результат от человека. Резюмируя все вышесказанное, очевидно, что KPI, то бишь коэффициенты полезной эффективности, это очень важная и нужная вещь в финансовой мотивации сотрудника. Когда вы будете ее составлять, вам нужно отталкиваться исключительно от того, что важно получить от каждой должности в вашей клинике, ну и, естественно, понимать, каким образом вы будете контролировать и подводить итоги. Если у вас появятся какие-либо вопросы на тему финансовой мотивации, либо дополнительные вопросы по управлению персоналом, обязательно задавайте их, ответим. Всего вам доброго, спасибо за внимание. Так, ты еще не подписался? Я тебя очень прошу, подпишись прямо сейчас, поставь коммент, колокольчик, лайк и так далее. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!